Крыльцо почти разрушено, внутри обудранные стены, и это лишь малая часть проблем этого дома, рассказывают его жители. В подъезде стойкий запах опрелости, причиной всему износ инженерных коммуникаций пятиэтажки. Вот видите, оно все у нас уже оголенное, и вы знаете, постоянно стреляет, огни отсюда вылетают, а тут вообще непонятно, вот тут постоянно сток воды выходит. И когда начинается сток воды, или это по проводам течет, по этим трубам гнилым уже, между стенами, и вот тут вот это все сверкает, до ужаса как сверкает, что даже страшно подойти, и в результате мы остаемся опять без света. В 2015 году в рамках капитального ремонта жителям предложили провести ремонт кровли, но жильцы решили, важнее трубы и проводка. Решено было заменить их. Но вот уже почти год никаких сдвигов. С чем это связано? Ответ на этот вопрос вместе с жителями теперь будет искать и руководитель Самарского рекотделения партии «Единая Россия» Игорь Станкевич. То, что кто-то не выполнил эту работу, надо узнать причину. В чем она? Либо в отсутствии финансов, это одна позиция, деньги были же, правильно? Были средства какие-то заложены. Либо это связано с какими-то техническими проблемами. Бывают случаи, когда необходимо не латать трубы, а их надо полностью менять. Сегодня в партии «Единая Россия» есть партийный контроль, программа, она нам позволила решить очень многие вопросы, касающиеся и городов, и сельских районов. Можно говорить смело о том, что партийные приемные, которые есть, позволяют не просто услышать людей, но и найти путь решения. Уже в первый день приема в промышленном районе к Игорю Станкевичу обратились несколько человек. В основном все с проблемами в сфере ЖКХ и благоустройства. На их решение нужно время. Главное – не сидеть на месте, а рассказывать о наболевшем. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События.